здравствуйте уважаемые посетители сайта goodgame.ru с вами два михаила одного вы знаете это михаил хаймзон креативный директор компании crytek мы с михаилом общались около года назад весной хорошая память что изменилось за этот год в варфейсе я не помню что варфейсе год назад а там как раз апдейт кажется готовился зимний если мне память не изменяет что изменилось с точки зрения киберспортивного направления или в общем в целом в общем много чего добавили всяких спецопераций интересных вот вулкан добавили что-то мы еще добавили зомби добавили до добавили киборгов добавили киборгов варфейс вот которые ведут себя как зомби очень всяких много сделали оптимизации очень много секретных разработок идет которые вот 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 пока не могу сказать но вот вот сейчас вот выйдут которые уже очень давно корнями уходят еще практически в т.м. намек хотя бы фактология не нужна вот намек намек все будет хорошо гладко типичный политик сейчас вот интервью можно что-нибудь конкретное ну чуть-чуть не сайдика я не могу меня просто мылун перестанет приглашать к себе сюда в гости у них там новости у нас понимаешь там все через новости должно проходить в общем да мы работаем некоторыми интересными вещами вот две спецоперации сделать что мы две спецоперации классная тема людям очень нравится и мы понимаем что это очень важно для игры поэтому естественно будем в дальнейшем тоже вот в направлении развиваться киберспортивный теперь составляющие что поменялось по киберспортивный как бы более можно сказать стабилизировалась таких вот радикальных изменений как в том году вот не было когда мы на пухи убирать на регламент когда мы карты сильно поменяли в этот раз мы карту поменяли только одну это она сюда не дошла вот оружие в принципе более-менее остались те же только макмилл нашел появился x да вроде как бы все какие по балансу оружие ближайшие изменения будут что вы думаете понерфить нет это нельзя как раз но что вы думаете не факт что это произойдет в конце концов я скажу что я считаю что надо понерфить а вот когда мы его понервами подержали вообще это вопрос нам вообще такой я считаю что понерфить надо вал однозначно я считаю что вот мы сейчас делали кстати очень интересный эксперимент для open капа с м к и которая очень сложно макросятся которая ну практически вот если например поставить вал на вал поставить макрос на вал на тайп и там на какую-то другую пуску можно и это практически не спаливается это очень легко сделать и кто знает там какие команды фаскап или еще где этим пользовались час м кай шансы того что кто-то играет с макросом практически ничтожны потому что там после стипа начинается рандомная дача и то есть а 10 пули руками может кто угодно за контроль вполне нормально то есть это наш первый эксперимент по направлению с борьбы с макросом у нас есть еще очень много заготовок как это еще дальше тему улучшать и развивать и как сделать чтобы даже отсечками не могли стрелять то есть это сложнейшая вещь которую до сих пор никто в мире не поборол то есть очень сложно очень сложно найти такую форму которая сохраняет контроль оружия на протяжении всей очереди там например 20-25 пуль чтобы не было разброса которые ну разброс никто не может контролировать в чем-то киберспорта хочется сделать такое оружие который обладает сложной отдачей рисунок который сложно повторить но если ты научился бы повторяют ты можешь сжимать голову там еще куда вот у меня такая цель вот сейчас передо мной с точки зрения киберспорта вот я знаю что скажу что наша цель и к этому концу этого года иметь быть первой компании в мире которые вот настроить такое оружие которые не макросятся и которая позволяет человеку с прямыми руками получить преимущество любопытно если тебя забанили в варфейсе кому стоит ли к тебе подходить на мероприятие или еще куда писать вообще несправедливо забанили естественно всех банят несправедливо насколько я знаю на сайте тоже пожалуйста не подходите ко мне с этим вопросом я сам в бане у меня 20 аков все в бане я не играю в варфейс вообще я не знаю как там разбавить не ребят серьезно короче да я я тут ничего не решаю это все вопрос к моему ру поэтому там есть у меня даже на вконтакте на страничке ссылка куда идти если вас забанили идите туда пожалуйста меня не трогать аж ну а что делать чтобы тебя не банили несправедливо то вопрос такой какой-то понятный наверное на него ответ чтобы не банили не надо делать то за что банит а банят за мат оскорбление читы и подобные всякие вещи список понятен и доступен указан на сайте я думаю любой в состоянии его найти я думаю каждый кто банит знает прекрасно за что его банят нет такого что кого-то банят он такой блин за что же меня забанили зачитали и заматали или еще за что-то все все вы знаете вы все знаете за что вас банят вот так что пожалуйста ребят давайте играть честно главное не только честно и уважать друг друга других каков но бывает тут ну убил вас чек но бываешь он просто лучше играет но если убил вас чек но это не значит что он читак что у него макрос что у него там еще что то но есть люди которые хорошо умеют играть не надо сразу орать там материться в чатом что-то обзываться считаешь он читак просто вежливыми будьте друг с другом повышайте скиллы все будет хорошо как ты думаешь почему несмотря на большое количество участников но вот все равно на финал прошли те же самые четыре команды а на финал то чудом прошли те же самые четыре команды должно было быть здесь совсем не так все должно было быть должна была сейчас здесь сидеть команда ашота ашота ваншота который при счете 10-6 на решающей катке слила 7 раундов как можно проиграть вот как я не знаю и 2 2 что 3 до 2 наш договорной матч я там не было ничего договорного зачем им было тогда выигрывать вторую карту заслели бы вторую тоже первую карту проиграли вторую выиграли третью со счетом 10 6 отдали ну как и коварные за выход финал играли с командой наших старичков тоже там и север там тоже 2 став без понтов тоже проигрывали вторую карту 10 5 10 5 и могла быть третья карта и никто не знает как там сложились бы дела и они при счете 10 5 10 5 карл 7 раундов подряд отдали это опыт или или почему почему так произошло могло произойти нервы может сдали у новичков совершенно однозначно это моральная составляющая не скиловая составляющая команда без понтов просто зажалось команда коварная просто поняла что нечего терять пошли ва-банк просто рашить им пофиг на все было ну ты все за кого-то болеешь на финале и почему я болею за йоду потому что на скил я всех ребят очень люблю и мы с ними со всеми очень тесно общаемся постоянно в контакте все я часто спрашиваю их менее по там нововведение механик там постоянно с ним советуемся их мнение очень важно для нас ну просто там ну как бы все-таки какие-то есть там территориальные предпочтения просто человека когда в реале чаще видишь люблю йоду что я могу сделать как думаешь он третий раз сможет им випе стать сможет ли все шансы у него для этого есть там правда какие-то неразберихи с мышками я не знаю как оно там вообще этот лан ознаменован интересными во-первых вот уже в мастер-лиге уже были терки вот эти мутки непонятки там на последней игре вообще не ясно было кто на вам поедет там же последний самая последняя игра мастер-лиге когда играли без понтов рокеты и арена stars и эти три команды у них все были взаимопроигрышей и могло быть одинаковое количество очков если бы рокеты и арена stars проиграли свою последнюю игру никто не знает кто бы этих поехал на вам все могло вообще по-другому вот а сейчас тут какие-то приключения с менеджером команды рокет с девочкой с группа поддержки команды без понтов интересно да там что-то как-то не набуянили их не допускают до игры и в связи с этим рокеты сейчас менеджер их стоит на улице курят там ему передают сведения по рации девочку тоже не пускают лос нервничает он капитан команды все-таки без понтов он на этой теме наверное все таки она его как-то там эти эсэмэски там а меня ну отвлекают да человек там должен думать сейчас вообще только об одном ох сейчас скажется это на финале у них может сказаться не знаю просто я боюсь в такой ситуации когда у человек уже есть какой-то вот такой знаешь такая заноска небольшая она как бы тебя не беспокоит но когда ты начинаешь сливать там пару раундов она складывается уже одна дизмораль накладывается на другую там может начаться такое же что-то непонятное может начаться поэтому я ребятам как бы желаю но они этого не услышат до конца игры но я очень хотел бы чтобы они как бы смогли абстрагироваться от этого и нормально отыграть и те и те хочется чтобы выиграла команда которая реально сильнее играет и чтобы не не повлиял какой-то внешний фактор на на вот это вот отвечу на вопрос расскажи пожалуйста как семейная жизнь а в частности дети мешают или помогают твоей работе все решается шумопоглащающими наушниками есть хорошие шумопоглащающие наушники с активным шумоподавлением одеваешь их это вообще не знаю есть у тебя дети дома ты или нет на самом деле конечно очень мешают я дома не играю в принципе даже компьютера нет мощного дома вот то есть я ну дома я на работе ты столько время за компьютером прозу в принципе это нормально что дома я не играю но иногда вот честно не хватает того что вот можно сесть поиграть вечерком хочется жена у меня очень любит играть варфейс очень любит и был бы ей так когда времени совсем не должно быть а унеси сообщение нет в свое время она очень достаточно много играла вот но да напоследок что-нибудь игрокам зрителям пожелать посоветовать передать ну спасибо зрителям кто кто мы без зрителей вообще зрители и игроки это наше все то есть мы ваши слуги так сказать в некотором роде растем мы все делаем для того что мероприятие росло в тот раз миллион 200 чем-то тысяч уникальных в этот раз надеемся побить рекорды это все благодаря таким как вы что вы смотрите пожалуйста смотрите продолжайте оставлять там комментарии пишите что надо что что нравится что не нравится мы обязательно рассмотрим прислушаемся и будем стараться все время улучшать и делать все лучше ровнее сбалансирование чтобы игра была играть интереснее будет смотреть чтобы интерес она что-то в результате поспорил ну в случае рекорда по количеству зрителей можно сказать с лаской должен был быть спорным и не договорил он 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 не успел выдвинуть меня ответную предъяву я ему сказал что если будет больше он обязан выложить видео в котором он признается в любви к варфейсу там падает нить целует перстень и не знаю там что то там говорит но я им говорю а что будет если не наберем и он он завис он его просто понял что там шансов мало мы выиграем будет полтора спасибо большое за интервью вам спасибо и оставайтесь с нами